Людям очень интересно увидеть умирающего человека, увидеть мёртвого человека, мёртвую звезду. Фотографии, которые собрали самые большие бюджеты, без дрожи взглянуть на них невозможно. Анна Николь Смит стала моделью в 20-летнем возрасте. Рекламировала одежду, снималась для плейбоя, вела глупое ток-шоу, снималась в эпизодах голливудских фильмов. Птицу счастья, как ей казалось, она поймала, когда вышла замуж за миллиардера, которому было в 89 лет. И он очень быстро скончался, оставив ей огромное состояние. Крутые машины, яхты, бесконечные тусовки, алкоголи, наркотики. Такая жизнь ей казалась мечтой и вечным праздником. Через три года модель решила вернуться на подиум, но все только посмеялись, ведь она поправилась на 30 килограммов. Анна Николь заплатила огромные деньги, чтобы вернуть роскошное тело. Перестала есть и кроме антидепрессантов и наркотиков почти ничего не употребляла. Даже во время беременности, о чем не стесняясь рассказывала всей стране. Ну вот случай с Анной Николь Смит, честно говорю, я даже, ну, даже не то, что жалко эту женщину, просто сами с ними такие мерзкие. Анну Николь Смит, лежащую на полу без сознания, обнаружила 8 февраля 2007 года горничная отеля во Флориде. Она подняла тревогу, приехали врачи, началась борьба за жизнь модели. И настало время, когда те, кто находился рядом, могут заработать миллионы. Говорят, что вот эта видеозапись, где ей делают искусственное дыхание, была куплена агентством за полтора миллиона долларов. Всю жизнь она подражала Мэрилин Монро. Делала такие же прически, увеличила грудь, носила точные копии платьев знаменитой актрисы и в подражании кумиру зашла слишком далеко. Как и Мэрилин, отправилась в мир иной от передоза гремучей смеси разных таблеток. В одиночестве и депрессии. Фотографии, на которых она уже мертва, опубликовал таблоид National Enquirer. Стоили они полтора миллиона долларов, и здание заработало на них минимум 20. National Enquirer очень любит такие фотографии трупов и покупает их. Это очень популярный журнал американский, миллионный тираж. Люди абсолютно все. Вот просто вот за подавляющим большинством они просто как стервятники ловят какие-то такие моментики. Таблоид National Enquirer действительно специализируется и отлично зарабатывает на фото мертвых звезд. Золотую жилу он нащупал, когда Америка была взбудоражена в 1977 году смертью Элвиса Пресли. А последний крупный куш издание сорвало благодаря публикации снимков мертвой Уитни Хьюстон. Журналисты провели расследование и быстрее полиции разузнали детали кончины звездной певицы. Кто-то скажет кощунство, а кто-то это нужно поклонникам. Таковы законы шоу-бизнеса. Очень важно, как умер их кумир. Что случилось с Майклом Джексоном? Почему он умер? Как умерла Уитни Хьюстон, утонув в ванной? Это как раз те самые такие тонкие моменты, которые очень интересуют фанатов. В 1990 году английские папарацци развернули настоящую охоту за легенды рока Фредди Меркьюри. В прессе ходили слухи, что певец смертельно болен. Но подтвердить или опровергнуть этот факт никто не мог. Меркьюри практически не выходил из дома. Все это было покрыто какой-то такой непонятной тайной. То есть вроде как все уже знали, но еще точно не знали. Папарацци удалось поймать его лишь однажды в компании британской рок-звезды Гарри Глиттера в одном из элитных ресторанов Лондона. Через год за день до смерти Фредди Меркьюри признается, что болен спидом. Издатели оценили фотографию изможденного болезнью рок-кумира в 230 тысяч долларов. Представляете, человек знает, что дни его сочтены. Он выходит пообедать, а здесь папарацци его подлавливают. Фото охотников за селебрити начали называть папарацци после фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». У главного героя был друг, фотограф Папараццо, пронырливый журналист, охотник за сенсациями. Его прототипом был известный фотограф и друг Феллини Таццо Секьяролле. В итальянском языке слово «папараццо» означает «назойливый», мерзко пищащий комар. Когда интернета еще не было, это было все в бумаге. Была жесточайшая конкуренция между газетами, огромные тиражи, колоссальные денежные обороты. Однажды в Риме Секьяролле увидел за столиком кафе последнего короля Египта Фарука. И эти снимки у него купили за 1 миллион 400 тысяч долларов. Фарук веселится в ресторане с девушками легкого поведения, там, понятно, вокруг него охрана и так далее. И он начал снимать. Ну и король, видимо, горячий, горячий египетский парень набросился на него с кулаками. Но, тем не менее, фотографу отдать должен, он как бы сохранил хладнокровие и все равно закончил эту фотосессию, доснимал. Ну и потом принес эти фотографии в редакцию. Если человек идет дорогой пьянства, алкоголизма, кокаина, он не может быть на обложке. Человек публичный, который хочет он этого или не хочет, является определенным примером для огромного количества людей, потому что они смотрят на этого человека. Но таблоиды с этим утверждением не согласны. И считают, что рассказ о посещении Анжелины Джоли Наркопритона – это как раз то, что нужно выносить на первую страницу. Как и фото в ванной у Итни Хьюстон, где среди косметики лежат горки кокаина. Домохозяюшки были категорически против такого кадра. Журналисты были более чем за. Издатели, я уверен, в восторге, потому что чем больше таких кадров, тем больше денег в казну. Издательство. А значит, тем лучше. Анжелина Джоли потратила немало сил, чтобы выстроить образ сверхженщины, выдающейся во всех отношениях. Талантливая актриса, обладательница множества кинонаград и самых высоких в Голливуде гонораров. Теперь еще и режиссер. Борец за права несчастных граждан в странах третьего мира. То она в Камбодже, то в Намибии, то в Анголе. Помогает больным, обездоленным, детям, жертвам сексуального насилия. Имеет гуманитарную премию ООН и орден, врученный королевой Великобритании. Многодетная мать рожает сама и усыновляет несчастных сироток. Любит и любима одним из самых красивых актеров в мире. Но пресса очень часто мусолит ее бурное прошлое. И недавно американский журнал Star Magazine опубликовал 8 шокирующих снимков актрисы во время 14-часового наркотического марафона. Снимки сделаны друзьями актрисы в ту пору, когда она вела разгульную жизнь и употребляла героин. А британская газета Daily Mail на своем сайте опубликовала видео, сделанное в 99-м году наркоторговцем в квартире Анжелины. Дилер привез ей очередную дозу и снял на камеру, как актриса общается с отцом. Зрелище просто ужасное. О своей наркозависимости открыто говорили певицы Ферджи, Роберт Дауни-младший, Элтон Джон, рэпер Эминем. Но никто из них не хотел бы, чтобы пресса опубликовала их фото в момент непосредственного контакта с наркотой и прихода, когда человек выглядит отвратительным монстром. Репутация вообще, друзья мои, очень важна для каждого человека. Просто кто-то это понимает раньше, кто-то понимает это позже. После публикации снимков, где супермодель Кейт Мосс готовится к употреблению кокаина, звезда подиума лишилась миллионных контрактов с двумя легендарными домами мод. До момента вот этого снимка, когда ее совершенно случайно застукали с наркотой, у нее все так четко складывалось. Одна рекламная компания, вторая рекламная компания, то есть она лицо, она здесь амбассадор того, здесь она посол, здесь она ездит везде. Шанель был вынужден от нее отказаться, потому что мы снимаем только хороших девочек, а плохие девочки у нас не снимаются. То, что в мире моды половина героев сидит на наркотиках, известно всем. Кейт Мосс никогда не страдала любовью к спорту и здоровому образу жизни. Но фотошоп, косметика и эффектные наряды творят чудеса. Для миллионов людей она олицетворением молодости, красоты и свежести. На нее равняются миллионы девчонок, а женщины постарше ей просто завидуют. Работа не пыльная, а денег очень много. В мире желтой прессы считают, что фотограф, поймавший модель с кокаином в руках, продешевил. 300 тысяч за такое скандальное фото? Мало. Дейли Миррор заработал в десятки раз больше. Странно, что это стоит всего 300 тысяч. Это скандальнейшая фотография, которая возмутила общественное спокойствие. Кумир миллионов подростков Бритни Спирс всегда была вожделенной добычей для всех репортеров. В Лос-Анджелесе существует даже специальный папарацци-центр, специализирующийся только на слежке за Бритни Спирс. Певица склонна к эпатажу. Чего только стоит страстный поцелуй с ветераном американского шоу-бизнеса, певицей Мадонной. Может быть, это пиарщики затеяли. Мадонне целоваться с девчонками вообще не впервой. Бритни Спирс это сыграло хорошую роль, потому что ей пиар был крайне необходим. А был тот самый период, где Бритни Спирс как раз на пиаре-то выезжала. У нас тут же после этого Собчак целовалась в Канделаке. И что? Ну, потому что, конечно, чужая слава покоя не дает. Несмотря на милую внешность, миллионы и бешеную популярность, Бритни – женщина с трудной судьбой и ужасной личной жизнью. Все начиналось неплохо. Четыре года романа с другим кумиром молодежи Джастином Тимберлейком. На этом хорошее кончилось и пошли сплошные ошибки. Она вышла замуж за друга детства, но развод случился уже через два месяца бестолковой семейной жизни. Мужем номер два был Кевин Федерлайн. От него певица родила двух детей. За этот снимок фотограф получил 300 тысяч долларов. Бритни явно в невменяемом состоянии. На глазах у публики чуть не роняет на асфальт своего восьмимесячного сына Шона. Бывает, что звезды теряют форму, бывает, что они теряют себя, бывает, что они опускаются, бывает, что, значит, попадают в лапы там к какому-нибудь зеленому змею или там не зеленому, а белому порошку, вот, или не порошку, а еще чему-нибудь. И все, и покатилась по наклонной, да. Певица развелась с Федерлайном, он отсудил у нее детей и много денег. И звезда превратилась в монстра. Весь мир ужаснулся. Она там не вылезала из реабилитационных центров. Все пытались выяснить, в каком центре она находится сегодня, в каком завтра, чем она занята, какие у нее проблемы там. Показали Бритни с прыщами и с черными зубами. Это же плохо. И вообще сознание это вызывает. У нее черные зубы, наверное, она не чистит их по утрам. Как ужасно, ахаха. Все уже забыли, что она певица. Концертов и новых дисков не было. По сути, это была смерть на миру. Все ожидали сообщений, что звезда покончила с собой. Или попала в какую-нибудь другую историю с трагическим финалом. Снимки Бриттой на лысо. Бритни принесли папарацци доход в полмиллиона долларов. Поп-дива разъярилась и еще поцарапала его автомобиль, который он тут же продал за 50 тысяч долларов. Выходит побрившаяся наголо злая в плохом настроении на улицу. Я думаю, что они ее даже провоцировали. Я даже уверен в том, что они ее провоцировали. Потом она совершила самый страшный грех для публичного человека. Поп-дива растолстела. Попытка вернуться к широкой публике закончилась громким позором. Я помню, я просто был в Соединенных Штатах еще пару недель после этой церемонии. Каждый день это рассказывали, показывали в слоу-моушене. Как это было мимо, как это было плохо, как это было ненарядно. Сколько она веса набрала и так далее. Певица победила депрессию психозы, сбросила лишний вес и нашла нового мужчину – танцора Исаака Коэна. Но это снова была осечка. Никто вокруг в его любовь не верил. Он что, обыкновенный танцор, который до нее жил в общежитии, а сейчас переехал в апартаменты. Я думаю, что только ленивый не говорил ей. Он с тобой ради денег, он с тобой только потому, что ты Бритни Спирс, а он вообще непонятно кто. Сейчас певица снова в прекрасной форме. Опять поет сладкие песенки, собирает огромные залы, совершила мировое турне и папарацци заскучали. Бритая, вечно пьяная, агрессивная и страшная, она нравилась им гораздо больше. Завтра они вообще у тебя поселятся в квартире, из-под дивана будут фотографировать. Но это же какие-то границы должны быть. Но с другой стороны, мы все друг другу нужны. Потому что когда популярность человека пропадает, он только ждет, чтобы его хоть кто-нибудь снял. Уже каким угодно. Лишь бы сняли. Есть версия, что эти снимки голой Жаклин Кеннеди Анасис были сделаны папарацци, который долго работал у нее на вилле с садовником. Поэтому он и смог подойти так близко. Классика жанра. Среди прислуги звезд все время попадаются шпионы. Люди, которые обслуживают звезд, они и есть самые главные инсайдеры информации. Из-за фотографии как раз с этой виллы я бы ноги-то пооторвал вместе с руками. Потому что это проникновение на частную территорию. Это абсолютно стопроцентный факт того, как делать нельзя категорически. Джеки Кеннеди считалась иконой стиля и дамой с утонченным вкусом. У нее была идеальная репутация, но она сознательно разрушила ее, выйдя замуж за миллиардера Аристотеля Анасиса. Несмотря на то, что со дня убийства ее мужа Джона Кеннеди уже прошло пять лет, вся Америка сочла это страшным предательством. И похоже, именно этого Джеки и добивалась. Это был сознательный эпатаж противного ей высшего общества. Да что там? Всей страны. Анасиса считали пиратом, человеком, нажившимся на сомнительных сделках, на оружии, чуть ли не на наркотиках. Ее стали называть самой дорогой куртизанкой мира, американская пресса. В браке с Анасисом она тратила миллионы на одежду и украшения и жила в обстановке, доведенной до абсолюта роскоши и безделья. Но миллиардер рано умер, и она снова осталась одна. Злорадству публики не было предела. Пресса продолжала обливать ее грязью. Ее клевали со всех сторон. Мне кажется, и в высшем свете, и в низшем свете, во всех с удовольствием. Негатив, он всегда более интересен, привлекателен для рассмотрения, потому что он более красочный. Есть где копаться. Но я скажу цивилизованно, копаться в чужих проблемах, копаться под одеялом, копаться в чужом белье. Автор снимков Рон Галал получил за них 1 миллион 200 тысяч долларов. И рассмотреть все нюансы фигуры вдовы Джона Кеннеди весь мир смог благодаря журналу «Хастлер», который напечатал скандальное фото. И это, кстати, дать сложное Джеки, это был самый продаваемый номер «Хастлера» за всю историю журнала. Никогда до и никогда после «Хастлер» не продал столько копий журнал, как вот с обнаженной Джеки Кеннеди. Издатель порнографического журнала «Хастлер» Ларри Флинт назовет эти снимки самой умной инвестицией в жизни. Но есть немало людей, которые считают, что Джеки сама позволила снять себя в обнаженном виде. Она просто снова хотела показать, что ей наплевать на общественную мораль и вообще на всех. В большинстве случаев уверен, что звезды подыгрывают фотографам, как настоящие профессионалы. Чем больше звезда, тем больше он может подыгрывать. Особо дорого стоят снимки звезд с детьми. Как правило, лица своих отпрысков знаменитые люди скрывают. Кто-то опасается чужой недоброй энергетики, которая, по мнению миллионов людей, способна навредить ребенку. Кто-то боится стать жертвой киднеппинга. Публики звезды являют, как правило, только детей, уже подросших. А малышей от внимания толпы тщательно оберегают. Переживает, чтобы не сглазили, чтобы ничего не произошло, потому что действительно давление на известных людей очень большое. И, естественно, во всем этом мире пару человек найдется, которые пожелают, чтобы ты сдох. Майти вместе со своим ребенком. Поэтому человек как-то это все прячет. Боился ангелочек у меня Милая, любимая доченька моя Популярный певец Витас семь лет назад получил от прессы весьма заманчивое предложение. Эксклюзивные фото должны были запечатлеть звезду с новорожденной дочкой. Ведь всем в стране было очень интересно, кто же и от кого родился у эксцентричного артиста. Известный глянцевый журнал предложил мне 50 тысяч долларов для того, чтобы сделать понятную фотосессию. Мама с младенцем, мама кормит младенца, младенец в конверте, роддом, папа, мама, семья. Значит, была предложена вот эта цифра. Цифра, да и на сегодняшний день немаленькая. Кто-то берет эти деньги, кто-то отказывается. Мы отказались. 8 декабря 2006 года из роддома выходит Юлия Началова. Тогда еще под руку с Евгением Алдониным. Певица знала, что папарацци засядут в кустах и все равно это снимут. Поэтому решила организовать фото и видеосъемку сама. Сделала почти концертный макияж, надела подаренные мужем в честь рождения дочки дорогущие сережки. Все получилось красиво. Но другие звезды предпочитают рожать подальше от Москвы, чтобы не попадать на последних месяцах беременности и с новорожденным ребенком на руках в объективы вездесущих репортеров. Вдали от родины появились дети Кэти Тапурии, Антона Макарского и Виктории Морозовой, покойной Жанны Фриске, экс-солистки Виагры Анны Седоковой. Кристина Арбакайте, старшего сына, родила в Лондоне, а младшую дочку в Майами. Алцу рожала в Израиле и в заграничных роддомах они были в полной безопасности, чего в наших организовать нельзя ни за какие деньги. Понятен перечень роддомов, которые есть там в Москве и Подмосковье, в которых они рожают, там их три штуки. Поэтому достаточно завести там пять агентов, не знаю, в каждой смене, в приемном отделении, там в регистратуре, еще где-то, и договориться с ними, чтобы они сообщили информацию. Эти фотографии популярный британский таблоид купил за миллион. Молодая мать, Гвинет Пелтроу, была просто в шоке. Это был один из самых ужасных моментов ее жизни, который она назвала моральным изнасилованием. Ну, е-мое, она никому же плохого ничего не сделала. Абсолютно не скандальный человек. Ребенок, маленький, неокрепший, еще ничего не понимающий, а людская энергия, к сожалению, не всегда бывает очень добродушна. Самая красивая пара Голливуда, Анжелина Джоли и Брэд Питт, не стали дожидаться, пока их подловят папарацци с их новорожденными детьми. И сами предложили журналам фотосессию с малышами, попросив за нее 10 миллионов долларов. Дети, которых усыновили, стоят в 10 раз дешевле, потому что тут нет этого вот момента, что будут сравнивать, на кого похож. Вы усыновили. Там может быть интересно только историю, с какой семьи взяли. Но рассматривать и сравнивать нечего. Тут, когда ребенок Питта и Джоли, ты смотришь, на кого похож. На маму, на папу, чей нос, чьи губы. А эти нечеткие снимки стоили 6 миллионов долларов август 97-го года. Принцесса Диана целуется на роскошной яхте со своим любовником, сыном египетского миллиардера Доди Альфаедом. Рекордный гонорар за всю историю существования папарацци. 6 миллионов даже, мне кажется, вообще не подало. Они бы и больше заплатили. Фотограф, видимо, скромный попался. Ни одна поп-звезда, ни один киноактер вообще никто близко не мог сравниться по узнаваемости, по там, доверию, по любви там. Так как любили Диану, никого не любили. Ну, просто не было людей рядом, даже близко. Соответственно, интерес к этой персоне был сумасшедший. И любой снимок, любой факт интересный, который касался принцессы Дианы, продавался там за бешеные деньги. Она была несчастной женщиной. Ее не любил и обманывал муж. Ненавидела свекровь. Букингемский дворец и другие королевские хоромы самые дорогие наряды и роскошная жизнь. Все это было красивой обложкой страшного романа. Принцесса Диана мучилась от депрессии, пыталась мстить мужу-изменнику тем же самым, страдала, по сути, от психического расстройства, которое не давало ей нормально жить. Но с многочисленных обложек журналов на мир всегда смотрела не просто красивая, а светлая женщина, которой не липла никакая грязь. Любовники, таблетки, булимия, некрасивые ссоры с мужем, острые психозы, ее все равно считали почти святой. Просто был какой-то такой период, когда я сказала, мне все равно, я хочу хоть какой-нибудь промежуток своей жизни прожить, как любая другая нормальная женщина. 28 августа 96-го года были подписаны бумаги о разводе принцессы Дианы и принца Чарльза. Любимица в Великобритании потеряла право на обращение к ней в ваше королевское высочество. Но у нее в то время появилась надежда на нормальную жизнь. Диана влюбилась. Ради хирурга пакистанского происхождения Хасната Хана она даже собиралась принять ислам. Но вместе они быть не смогли. Хан испугался, что станет объектом внимания миллионов людей. Сказалась разница культур или что-то другое. Через два месяца после болезненного расставания с ним в жизни Дианы появился эффектный доди-альфаед. Бедную принцессу измучили папарацци. Это практически внедрение в личную жизнь на уровне нарушения прав человека. Ну да, она принцесса. Она, конечно, желанный объект в любом кадре. Но имейте же совесть, если это вообще имеет смысл произнести в адрес папарацци. Но совести не было и быть в таком случае не может. Личная жизнь леди Ди была товаром, который стоил миллионы. Этот снимок сделан за две минуты до смертельной для Дианы и доди-альфаеда аварии. Она смотрит в заднее стекло на папарацци, которые преследуют их машину. Диана со своим спутником должны были убегать, спасаться. Собственно говоря, это и повлекло цепочку вот этих трагических каких-то последствий. В 2011 году вышел документальный фильм, где впервые было показано единственное фото, сделанное сразу после аварии в Париже. Сколько оно стоило и создателям ленты, можно только гадать. Все говорят, миллионы. Публикация этого снимка возмутила всю Великобританию. Последних минут Дианы видеть никто не хочет, но только смерть этой женщины убедила миллионы людей наконец-то оставить ее в покое. Великобританию.